Не было титаномахии. У него не было жажды больших границ, больших территорий, единой территории. Не было у него этого. К этому всему имел отношение Сталин. Так вот, Сталин идет, вот как третий брат этого, значит, Прометея, уже с самого нижнего пояса Аида. И почему он там? Там за титаномахию. То есть за глобальность своих вот этих замашек диктаторских. Аргонавты идут за золотым руном. Так вот, золотое руно, это есть мумия Ленина в Мавзолее. Ленин был овен. И вот это его мумия и есть золотое руно. Аргонавты, значит, арго по-гречески доказательство, аргументация. Группа людей отправляется за доказательствами, за истиной. И доказывает это. И будет доказано, что шкура золотого барана есть мумия Ленина в Мавзолее. По Библии Ленин идет как овен. По рождению он идет как овен. Овен кодируется как лидер, как вождь. Он вообще, баран, ходит впереди стада. Что? Я не слышу. Ну вот, я не знаю. Да, вы теперь будете смотреть, значит, на дату. Но, поскольку, значит, многие уже узнали, что Ленин Христ, его очень долго, возможно, еще долго будут держать в Мавзолее. Но это уже ничего не значит. Я писала в книге, что все равно дата идет от смерти Ленина. От той даты. Дальше будет по Катренам тоже вот эта дата, прощание с телом. Здесь тоже все есть. И будут такие, прямо, знаете, прошифровки, что он именно Христ. Все будет дано. И вот еще раз к аргонавтам вернусь. Ведь, смотрите, аргонавты плывут в Калхиду. Калхида – это западная Грузия. Сталин – грузин. Плывут туда за доказательствами. Ведь Мавзолей делал Сталин. Эта тайна, в общем-то, фактически имеет отношение к нему. Именно в Калхиде там, значит, тоже они добывают вот эту шкуру барана. Там нужно было им то-то, то-то, то-то сделать. И зубы дракона там есть, и все это. В общем, ну, это будет тогда подробная расшифровка этих мифов. Следующий, нет, в седьмой книге. Потому что шестая книга будет посвящена расшифровке Нострадамаса. Сейчас пятая, да. Шестая будет по Высоцкому. Расшифровка его песен. Потому что песни Высоцкого все закодированы, относятся к нашему времени. Апокалипсису. Намного ранее этих событий придут люди с Востока, под покровительством Луны. Это год 17-й идет. В 1700 году совершат великие передвижения, почти покорив углом Аквилона. Смотрите, как красиво зашифрован вот этот Катрин. Намного ранее этих событий придут люди с Востока, под покровительством Луны. Во-первых, под покровительством Луны это идет идеологический гал-гал рая. Это лунные. Серп Луны в эмблеме райской цивилизации. С Востока от восхода солнечного. Опять-таки, это не берите наш земной план. В общем, восход солнца, самый верхний пояс атмосферы. Теперь, в 1700 году. Дата, 1700 год. Помните, я Вам сказала, что две цифры только рабочие? 17. Так вот, в 17-м году совершат великие передвижения. Это революция 17-го года. Почти покорив углом Аквилона. Не полностью покорив, а почти покорив. Аквилон, как Вы опять-таки знаете, что это рай. Это верхний пояс северной атмосферной цивилизации. Магнитной этой магнитной системы. Дальше. Покорив углом Аквилона. Значит, как Вы уже знаете по книге, Бог Марс – это Бог войны. Но Бог войны справедливый, освободительный, революционный. У Бога Марса было священное оружие пика. Так вот, это пика и есть вот этот угол Аквилона. Угол Аквилона как бы уже инструмент оружия. Угол Аквилона – это пика. Вот эта пика, она у Буратино. Это его нос. У Бога Марса была птица, священная птица-дятел. Так вот, под дятем выведен Буратино, сын Папы Карла, Карла Маркса. Вот этот его нос – это его пика. И дальше, по мифологии дятел. По мифологии дятел идет как… Нет, не только идет как священная птица. Дятел – Оракул по мифологии. Поэтому Буратино – это не простая кукла, а кукла – Оракул. И именно Буратино, как говорится, вот этот дятел, птица, которая любит долбить по одному месту все время, притом не без умысла, до тех пор, пока все-таки чего-то там не продолбит. Вот этот Буратино как раз и продолбил вот этот очаг в коврике на стене у Папы Карла. У Папы Карла был нарисован там, значит, очаг и казан. Казан – это, значит, котелок. Так вот, Буратино этот котелок и носом продолбил. Эту кухню. А под кухней кодируется идеологический центр рая. А под поваром на некоторых шифрах, на некоторых шифрах, поскольку пища – это пища есть, ну, не только такая наша земная идеология, вот, как раз Буратино и взял вот эти ключики и подобрал к этому, ко всему. Так что вот теперь знаете, почему вот эта кукла не зря ошивается на экранах телевизора. Все вот эти сказки, все зашифрованы. Потом будет написана книга, тоже все будет расшифровано. Так вот, видите, пришли люди под покровительством Луны, можно сказать, под руководством вот этого идеологического Галгала, совершили великие передвижения, почти покорив углом Аквилона, но не до конца. Когда Луну будет вести ее ангел, то есть опять вот эту идеологическую группу рая, ведь у идеологической группы рая есть еще более высокие учителя, покровители, наставники. Так вот, когда Луну будет вести ее ангел, небо приблизится к наклонам, к склонению, то есть небо будет благоволить, будет доброжелательно ко всем вот этим вот действиям и передвижениям. Тогда вы увидите вначале и позднее большие изменения. Но всегда так и есть. Вначале идет идеологический Галгал. Значит, все. Значит, что-то, что-то готовится очень-очень серьезное. Вот. Вызвавшее крайне ужас... Вызвавшее крайне ужасом мести. Вот, значит, действия лунных, действия лунных вызывают большую месть со стороны Нижнего Аида. Поэтому, видите, вот эти действия, значит, хоть небо благосклонно, благоволит, но вызывается крайняя месть, ужасная месть. Откуда она идет? Она идет от Нижнего Аида. Естественно, идет заваруха, идут противодействия другие силы. Завязывается революция, борьба, война. В общем, вот эти, конечно, все эти бесцы, которые постиг народ вот на этой территории союза, разумеется, это все было ответным действием ада. Тогда, во-первых, Сталин и Гитлер хотели, в общем-то, сблизиться, но это рай их разбил, что вместо объединения они стали воевать друг с другом. А если бы объединились, это, представляете, каково было бы? С ними было бы очень трудно справиться. Катрин, значит, на тему Ленина. Зловоние, отвратительные клеветы поднимается к небу. Во-первых, я вам уже писала и говорила, что архив Ленина весь переписан, что заменена история, подменены основные исторические документы. Все было совершенно не так. Весь архив переписан вплоть до 905 года. Находились люди, которые хорошо подменяли почерк. И были свои же сталинские историки, которые разбирались, как это лучше сделать. Так вот, зловоние, отвратительные клеветы поднимаются к небу. То есть это идет в массовом, большом масштабе. Понимаете, что идет? Это идет по всей территории Союза такое. После того, как она достигнет цели, будут счастливы, что она оказалась неправдой. То есть вот эта клевета. Но это будет уже примерно так. Когда все поймут, что все это неправда, это будет уже где-то примерно 96-й год. Так что это сейчас еще многие люди верят, что Ленин подлец, революционеры подлецы, и что Ленин и Сталин это одно и то же лицо, потом все будет не так. Будет доказано, что весь этот архив уже не настоящий, который есть, и все было переписано. Так вот, потом все эти люди, которые даже вот легко и активно подхватили вот эту ложь и понесли, и стали клеветать, будут сами рады, что все это оказалось неправдой. Будут оправдываться, стремясь снова стать праведными. Тогда Нептун склонится к миру. То есть, ну, вроде бы, будет как бы прощение этим людям, которые вот эту всю клевету приняли как истину. Нептун, под Нептуном кодируется Всевышний. Нептун – бог морей. Моря – это народы. Ну, конечно, будут прощены люди, но все равно каждый получит то, что он заслуживает. При заложении краеугольного камня новой партии находят останки великих римлян. Взором предстает гробница, облицованная мрамором. Землетрясение на Авертском озере. Трудно вести раскопки древностей. Расшифровываем. При заложении краеугольного камня новой партии будет создана такая партия в будущем. Ее лидер выйдет на президентские выборы 96-го года. Я советую вам эти все партии проглядеть, потому что одна из них будет настоящая. она не будет так называться. Вот краеугольный камень это коммунизм. Но партия так не будет называться. Камень на краю угла, на краю столетия, на краю тысячелетия, на краю перехода из одной эры в другую. Дальше. Так вот, при заложении краеугольного камня новой партии, это будет 96-й год, 95-й, находят останки великих римлян. К чему это? Да потому что эту партию будут закладывать люди, которые в Древнем Риме были очень известны. Спартак. Иисус Мавин. Взором предстает гробница, облицованная мрамором. Да, в центре внимания будет мавзолея Ленина. Но не только это. А тот человек, который был там захоронен, Ленин. Ибо новый Христ, который будет возглавлять эту партию, бывший Ленин. Я повторяю, бывший Ленин только в новом воплощении. Он снова будет делать то же самое дело. Он будет выходить на президентские выборы девяносто шестого года. Нет, фамилия не будет. Попробуйте догадаться. Но, разумеется, я знаю. Раз я расшифровывала Нострадамуса, я знаю, конечно же. Да не только. Его реквизиты везде. Вы не представляете, в песнях, произведениях, произведениях, в мифологии, в Библии, в пословицах, в поговорках. Ну, ну, все, о нем так много. Ой, сооружения, какие-то дома есть, построены, которые вообще вот даже зашифрованы, расположение там этого всего очень много. Но пока не время. Он был в Москве, сейчас нет. Нет, 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 товарищи, ради Бога, вы что? Я, я, я простой пророк, простой пророк, которому чего-то вдолбили там, и я доношу до вас. Вот я расшифровываю. Вы, вы поймете, может быть, вы поймете, я не буду напрямую говорить, но возможно постарайтесь понять это и на следующих лекциях. Может быть, кто-то из вас сообразит, потому что есть три человека уже, которые догадались из моих знакомых. Но в Таллине человек догадался, он просто высчитал. Он прочел мою пятую книгу, и я часто говорила, но говорила я вроде бы так пятво до глаз и все прочее, но он все равно высчитал. Два человека есть, двое человек есть в Ленинграде, которые тоже знают, кто он. Но приказано не говорить. Каждый открывайте для себя. вы знаете, что такое контактер, который работает с телепатическим каналом связи. это человек, которому дается мысль телепатически, а остальное это его уже работа. нет. В кино, вот, вы знаете, даже вот, нет, там нет, там нет этого человека, но вот свадьба в Малиновке вся зашифрована. свадьба в Малиновке не случайно так названа. Под свадьбой кодируется пир, праздник, который открывает эпоху бессмертия, открывает вот этот новый век. И вот в Малиновке, вы уже знаете, что знамя райской цивилизации Малиновая. Да. выиграет президентский выиграет. Да, выиграет. Вы знаете, что, давайте мы продолжим, не гадайте, попробуйте, будет, вам будет даваться материал для догадок, будет даваться, ну, наверное, кто-то из вас догадается, но поверьте, что я не смогу вам подтвердить ваши если вы даже кто-то из вас назовет это имя, я не имею права подтвердить, ну, до первой звезды нельзя. Ждем. он не знает. Он об этом не знает сам. Что? Но он не был раньше политиком. Ну, раз будет организовывать партию новую, может быть, уже что-то там создал, откуда я знаю. Вот. Он не в Москве живет. Но он сам не знает, кто он. Он узнает после того, как к нему попадет книга пророка. Это так, между прочим, так и у Нострадамусов. У него, вот потом буду читать вам дальше, не сегодня, дальше, что он только лишь вспоминает все после того, как перед ним открывает все пророк. Так вообще было положено даже по замыслу и в Библии. Вопали. Так вот, взором предстоит гробница, облицованная мрамором. То есть, все крутится вокруг этого места. Понимаете? Землетрясение на Авернском озере. Трудно вести и раскопки древностей. Здесь как бы дается характеристика вот работы, работе пророков, ну вот, характеристика работе пророков, что им трудно работать тоже, идут препятствия, идут противодействия. Авернское озеро, это озеро, Аверн считался воротами ада. Так вот, оттуда идет противодействие вот это все. Трудно вести раскопки древностей, то есть, вот эти расшифровывать и выдавать вот эти тайны, вот этих манускриптов. землетрясения на Авернском озере, это вот, понимаете, это паника в среде подземного народа. Паника, агония, страх, что все это, очень много вылезет наружу, все будет известно. Вы представляете, как там эти круги ада, в руках которых сосредоточена вся вот эта политика и власть, как они волнуются. Крушение все идет, всех их надежд. Вот очень тоже интересный Катрен. Относится к советской власти. Изгнанница вновь вернется на престол. Это советская власть. Под изгнанницей закодирована советская власть, она идет как дама. Но дама, жена, это фактически правящая сторона. может быть в семье там считается и муж вроде бы правит, считается, но на самом деле все равно правит жена. Изгнанница вновь вернется на престол. Ее враги будут рассматриваться как заговорщики, то есть как сила противодействующая, вражеская. Время ее триумфа наступит как никогда прежде. То есть когда она придет, то она уже придет окончательно. Все. Открывается золотой век. Слишком уж под знаком смерти стояли эти семьдесят три года. Слишком уж под знаком смерти стояли эти семьдесят года. Так вот семьдесят три года не откладывайте с момента революции, с начала ее. Советская власть закончилась со смертью Ленина. Это январь двадцать четвертого года. К двадцать четвертому году следует прибавить семьдесят три года и еще шесть месяцев, потому что Нострадам в своем завещании пишет, что на самом неровно семьдесят три год. Видите, он же сочинял стихи, а в стихи никак ему было не вклинить еще вот эти шесть месяцев. Так вот четвертый год, январь месяц, дата смерти Ленина, к этой дате прибавьтесь семьдесят три года и шесть месяцев. И все открывается. Это будет дата триумфа вот этой изгнаницы советской власти. Вот Катрин Да, 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 да. Дальше Катрин относится к Крупской. Как повествует история, в общем-то, ну как факты истории, документы, что Крупская погибла, умерла после того, как она отведала клубники, которую ей прислал Сталин с оранжерея. Так вот, на эту тему Катрин. Король будет разгневан заговорщиками. Из-за боязни применить боевое оружие я подмешан в сахар и подан с клубникой. водами убитые мертвы, говорившие об этой оранжереи. Король будет разгневан заговорщиками. Это Сталин, потому что Сталин чувствовал, что против него назревает заговор. Идут, во-первых, Крупской стали доносить, что заменяется архив, переписываются документы. Вдова не могла с этим смириться, хотя даже не чувствуя, что она выстоит в этой борьбе, все равно она пошла в атаку. Значит, она хотела отстоять. В общем, вот это все свое. Считала своим долгом отстоять. Так вот, значит, на сторону Крупской стали и некоторые люди из Кремля. Понимаете? она тоже с кем-то была, значит, в каких-то более таких тесных отношениях. Были приятели, были друзья, которые ей тоже что-то доносили, что-то ей, значит, говорили на ушко, там оповещали и так далее. Так вот, они зашифрованы как заговорщики. Яд подмешан сахар и подан с клубникой. Водами убиты, воды народы. Речь идет, что убиты были все те, кто был замешан в этом деле. То есть, тот человек, который составлял этот яд, которому было известно, и который сам это делал, в эту клубнику яд подмешивал, эти люди тоже все были убиты. То есть, водами убиты мертвы, говорившие об этой оранжереи. То есть, мертвы были все те, которые знали об этом деле. видите, как невозможно, нет в мире тайного, чтобы не стало явным. Согласны? Да, согласны. Нет, уже настоящих архивов нет. Святая вдова, опять Акрубская Катрин, святая вдова, услышав неожиданные новости о своих детях, будет приведена в изумление и волнение. Дело в том, что дети кодируются как плоды деятельности, как творения, как дела. Под детьми иногда кодируется общество, которое продолжает дело, значит, начатые какие-то, в общем, завершающие процессы. Это вот иногда под ними кодируются принцы, то есть наследие, общество, которое продолжает, в общем, все это дело. И под детьми кодируется то же самое. Так вот, святая вдова, услышав неожиданные новости о своих детях, будет приведена в изумление и волнение. Тот, кто способен улаживать все, наоборот, своими гонениями удовлетворит бритых. Вот, Сталин мог улаживать все и мог делать все своими приказами и распоряжениями, но он вместо, значит, хорошего, праведного дела, видите, по Катрену, наоборот, своими гонениями удовлетворяет бритых. Значит, под бритами кто кодируется? Вот, у Настрадамуса под бритами кодируется почти вся гитлеровская Германия. Под бритами кодируется весь Нижний Аид. Раньше было позором, если человеку сбривали бороду, усы, волосы с головы. Это означало унижение, это означало позор, поражение. И бритые, под бритами идут люди, которые были всегда без конца биты райской цивилизацией. Под бритами кодируется, в общем, Нижний Аид. Вообще, все три пояса кодируются под бритами, особенно их главари и вожди. Так вот, своими действиями Сталин, конечно, очень удовлетворял их. И Берия, он вообще, ну, во-первых, конечно, он сам был лыс, но лыс это тут не то, а он был самый настоящий бритый. Он давал, Сталин давал им работу, то есть удовлетворял их потребности вот в этих зверствах, в этих убийствах. Нет, Петр Первый не бритый. Катрин Оленин физически будет оставлен великий король. Благодаря судьбе, а не искусству рук останется в живых на Эбра. Он и его потомки высоко поднимутся в королевстве. Будет оказана милость народу, который завидует Христу. Вот в этом Катрине видите, значит, речь как бы вот о кресте. Но давайте посмотрим. Здесь речь идет на самом деле, ну, это одно и то же лицо о Ленине. Физически будет оставлен великий король. Физически. То есть его мумия. Это физическое его тело, это земной план, это прах. Физически он будет оставлен, он уходит духовно, ушла его душа. А физически будет оставлен великий король. Благодаря судьбе, а не искусству, рук останется в живых на Эбра. То есть благодаря своей деятельности, благодаря своей судьбе, карме, он останется в живых, то есть станет бессмертным. Его имя станет бессмертным. Он останется на Эбре. Эбре идет от слова амброзия. Амброзия это амбел, это напиток богов, дающий бессмертие. Понимаете? Так вот он остается значит на этом бессмертии и его имя становится бессмертным благодаря судьбе, его деятельности, но не искусству рук. А почему здесь искусство рук? Это процесс мумифицирования. Те врачи, которые делали значит из его тела мумию, применяли искусство рук, искусство хирурга, искусство мастера. Ну там значит очищали кровеносную систему, там наполняли ее соответствующим составом и так далее. То есть его тело физическое пытались сделать бессмертным. Ну конечно не бессмертным, все равно мумия не бессмертная, но тем не менее продлить вот эту жизнь его физическому телу на какой-то определенный срок долгий. Так вот не искусству рук, а благодаря его судьбе, его вообще деятельности, его заслуг. Вы понимаете, вот прямой текст. Вы видите, о ком речь идет? Физически король оставлен. Дальше. Он и его потомки высоко поднимутся в королевстве. И дальше резюме. Будет оказана милость народу, который завидует Христу. то есть тот, кто может быть здесь не совсем точный перевод, но который благоволит, потому что завидовать Христу может человек, который все-таки разделяет его в какой-то степени, не делает его врагом. Так вот этот народ вроде бы будет прощен, будет оказана ему милость, значит, что он все-таки как-то по-хорошему воспринимает Христа. Вы понимаете, здесь в одном Катрыне вот такие вещи. Вот вам явный намек. Тут фактически можно сказать, что прямым текстом. Ну, конечно, расшифровав все. Опять-таки о Ленине, о Мавзолее. Он высоко поднимется в своих владениях, то есть в России, и воссядет на трон, стоящий на основании из квадратных глыб. Квадратные глыбы это мавзолей. Видите, он воссядет на трон, стоящий на основании из квадратных глыб. Ну, тут получается, его распяли там на этом ложе, вот, и получается, что его трон. Но около полудня в счастливой час основания продвинется вперед. В его руке покоится перевитый посох, его уста безмолвствуют. Ну, слушайте, но прямым текстом идет. Около полудня, то есть в разгаре дня, в рассвете дня, значит, в счастливый час, это будет девяносто шестой год, основание продвинется вперед, то есть этот мавзолей, вот эти глыбы каменные, вот эта квадратура, то есть она приподнимется, тайно с нее спадет и все такое. В его руке покоится перевитый посох, это жезл, царский жезл, так закодирован жезл. А жезл, как правило, вообще-то он бывает перевитым всегда, как бы вот это спиралевидное вот это вот кольцо, его уста безмолвствуют, ну где же мумия, ведь она же не разговаривает, она неподвижна, то есть речь тут, что это мумия, его ложа это трон, но и жезл царственный и уста обезмолвствуют. Странный Катрен, все исследователи вообще бились тут, значит, рогами бодали этот Катрен, вот, но где, но в чем тут дело? И вы понимаете, конечно, вот почему многие исследователи Нострадамуса считали сумасшедшим, потому что они вроде бы вот эти Катрены, ну, бессвязные, они вроде бы не несут вообще логической нормальной мысли. Ну, действительно, ну, как может эта глыба продвинуться вперед, уста обезмолвствуют и, ну, все такое прочее, конечно же. Сейчас доказательств так много, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы мне не поверили в первых четырех частях книги, может быть, поверите через пятую? Он поднимется очень высоко с правой стороны. Это, опять-таки, мавзолей. Кремль и мавзолей с правой стороны на Красной площади. Он поднимется очень высоко с правой стороны. Останется сидящим на квадратном камне. Это мавзолей на своем ложе. Но некоторые вот переводчики слово лежащий все равно сделали как вот сидящий, понимаете? Они не могли понять, как это так можно, значит, высоко подниматься, да еще лежали где-то там на квадратном камне, понимаете, сделали сидящим. Ну, ладно, что там скажешь. Останется сидящим на квадратном камне, сидя у окна, глядя на юг, на Вавилон, что ж вы со мной сделали, понимаете? Что вы со мной сделали, Вавилон? С кривой палкой в руке, с сжатыми губами. Кривая палка опять это жезл, перевитый жезл. С кривой палкой в руке, с сжатыми губами. Мумия, она же не разговаривает. А это уже к нашему времени. Он завьет свое знамя над небесным шатром в Сибири. бежал бродяга Сахалина. Он завьет свое знамя над небесным шатром, не желая иметь резиденции в городе, в Москве, не желая иметь там своей ну своего административного центра, что ли. Своей привязки, квартиры там, организации. Ну, все в таком духе. Дальше. Экси, Карпен, остров Вольков, холм Кавайон во всех этих местах он уничтожит свой след. Здесь идет перечисление, где будут уничтожены памятники Ленина. Притом уничтожать памятники уничтожать в этом уничтожении памятников будет заинтересована и райская сторона и он сам. Этому народу не ну слишком много чести. Понимаете? чтобы были эти памятники. Потому что народ оскорбительно относится и к этому человеку и к его делу. Так вот, Экси это Эстония. Эстонец это Эсти. Но здесь немножко идет звуковое подобие. Экси. Она Эстония еще Эстлян. Вот Эсти это Эстонец. Эстонка там. Карпен. Это под Экси идет вся Прибалтика. Карпен это район Карпат. Там западная Украина. Дальше идет остров Вольков. Остров Вольков, то есть остров Волков. Общество народа, который вот с такими кровожадными алчными настроениями и взглядами как у Волков. Это все общество идет под одним названием остров Вольков. В Библии, в мифологии вот под городом иногда кодируется общество какой-то направленности или даже государство или даже царство. Вот особенно это было видно по Библии. Там значит вот даже один город его окрестности там уже было царство по Библии. Дальше Хом Кавай Он. Ну кто может быть вы знаете ну как раскодировать Хом Кавай Он. Хом Кавай Он. Нет желающих жаль. Ну хорошо давайте тогда его рассмотрим это слово. По слогам. По слогам, да. Кавай Он. Кавай Кузнец Куковать Кузница это Урал Уральские горы это кузница страны Холм Кавай Он. То есть и в том регионе будут уничтожены памятники. Во всех этих местах он уничтожит свой след. То есть памятники о себе. Этот, который на болезни Ленина. Видите, как много даю. Но если после этого еще будете сомневаться. Ученый враг отойдет в растерянности. Великий полководец заболеет и обессилиет вследствие западни ему устроенной. Пиренейские горы и Пенус будут лежать вне его деятельности. Неподалеку от большой реки будут проявлены античные урны. Ученый враг отойдет в растерянности. Значит, ученый враг. Это фактически Сталин и его группа. Отойдут от его дел, от этого направления. Великий полководец заболеет и обессилиет. Во-первых, Ленин заболел. Он лежал в горках. Но опять-таки намек на то, что какая-то была опять западня. Почему он заболел? Что-то было такое опять. Может быть, давали опять яд какой-то в малой дозе. Почему он слег? Что случилось? Но он, видите, он заболеет и обезьян.